На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Дорогу вдоль дома номер 2 по бульвару Зеленой аллеи приведут в порядок. Ее разрушили во время прокладки труб. Очень рада, если все это будет сделано и можно будет нормально проехать. В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов. Проверяем наличие работоспособности тахографа, световых приборов, аптечки, огнетушители. 14 августа отмечается медовый спас, один из главных христианских праздников августа. Вот так вот выглядит настоящий подмосковный мед. Неделю назад вдоль дома номер 2 по бульвару Зеленой аллеи началась долгожданная реконструкция проезжей части. В начале года здесь проложили новые газовые трубы, ведущие к деревне Тарычева, и все это время дорога продолжала находиться в состоянии незавершенного ремонта. Чего в итоге ждать местным жителям, узнала Юлия Погосян. Сейчас в зеленых аллеях около дома номер 2 шумно. Целый день слышны звуки техники, но мера эта вынужденная. И местные жители к ситуации относятся с пониманием. Ведь по завершению работ здесь наконец появится долгожданная дорога. Здесь в момент благоустройства, устройство дороги вокруг микрорайона, вокруг первой очереди, дорога была не закончена. Причиной явилось то, что надо перекладывать газ. Часто газ, ведущий в деревню. Эта история очень долго длилась, наверное, три года. В начале этого года работы по перекладке газовых труб закончились. И застройщик микрорайона, который пока является собственником данного земельного участка, приступил к реконструкции проезжей части. Я по этой дороге вожу ребенка в школу, в зеленые аллеи, во вторую школу. И давно вижу, что тут весь асфальт раскурочен. И особенно зимой это было неудобно. Скапливаются машины, проехать невозможно. Но очень рады, если все это будет сделано. Можно будет нормально проехать. Предположительно, реконструкция дороги завершится к концу августа. В итоге четыре полосы движения продлятся до деревни Тарычева. Две из них пойдут направо вглубь микрорайона. Появится новый тротуар, бордюры. Планируется провести озеленение. Реконструкция участка позволит застройщику, нынешнему владельцу дороги, передать ее в муниципальную собственность. По завершению процесса полностью обслуживать проезжую часть начнет администрация Ленинского округа. Появятся автобусные остановки, официальные маршруты общественного транспорта. Убирать, ремонтировать дорогу также будет администрация. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНТВ. В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов. Инспекторы тщательно осмотрели транспортные средства на наличие неисправностей. Их сопровождала наша съемочная группа. Ни один рейсовый автобус не проверяют так, как школьный. Ведь в этом транспортном средстве перевозят самых важных пассажиров. Включаем габаритные огни. Ближний свет фар. Дальний свет фар. Перед новым учебным годом сотрудники госавтоинспекции провели проверку автобусов, которые с 1 сентября отправятся по школьным маршрутам. Мы проверяем наличие работоспособности тахографа, световых приборов, аптечки, огнетушители, визуально-техническое состояние. Это утечка воздуха-тормозной системы, шины. В Ленинском городском округе задействованы два автобуса для перевозки школьников до образовательных учреждений и обратно к дому. Они могут совершать два рейса в день в зависимости от количества смен. Транспортные средства прикреплены к Калиновской и Молоковской школам. Детей перевозят с поселка Остров. Дальше заезжают в поселок деревня Богданиха, деревня Андреевская и везут в Молоковскую СОЖ. Калиновский автобус. Детей забирают с гора Кленинских, проезжают по Каширскому шоссе через село Ям и далее на поворот на Калиновку. У водителей также обязательно проверяют наличие лицензии на перевозку детей. Владимир Петухов уже почти три года работает шофером школьного автобуса на одном маршруте. Мы там все уже как родные. Ну каждый день? Ну да, все дети меня знают и я практически всех знаю. На какой остановке, кто зайдет, сколько человек. Все встречаем и мы идем. По результатам осмотра выявлено, что все автобусы находятся в исправном состоянии. Одна помарочка есть, это вот на автобусе ПАЗ. Немножко выгорела информационная вот эта вот наклеечка. Внимание, дети. Ну обещали в ближайшее время, ну перед учебным сезоном ее заменить. Также сотрудники ГИБДД каждый месяц контролируют техническую исправность школьного автобусного парка. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЕТВ. В конце июля завершился первый этап премии губернатора «Мы рядом ради перемен». Среди тысячи претендентов на победу оказались и 23 жителя Ленинского округа. В их числе и герой нашего следующего сюжета, видновчанин Павел Политаев. Воспитание здорового и сильного поколения – главная цель участника губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» Павла Политаева. Уже много лет он руководит секцией рукопашного боя спортивного клуба «Десантник», да и сам является его выпускником. Когда я пришел заниматься в этот клуб, рукопашного боя еще не было, было каратэ. И я здесь занимался в секции каратэ. Вот. Потом появился рукопашный бой, и как-то так вот сложилось, что с каратэ я перешел в рукопашку. Вот. Ну и занимался. Когда Павлу исполнилось 18, его наставник предложил спортсмену начать обучать новичков. Так из рядового воспитанника вырос тренер высшей категории. Десять лет назад к нему на занятия пришел Данила Мусорин. Сегодня ученик добился немалых высот в спорте. Завоевывал призы в первенстве Москвы, Московской области и даже России. Павел Владимирович в плане тренировок не дает нигде похалтурить. Он следит за каждым и очень сильно заставляет заниматься. И вот это очень хорошо, потому что без этого никак. Если будешь халтурить, будешь проигрывать. Надо полностью выкладываться везде. Недавно участники клуба вернулись из Тульской области. Там проходили спортивные сборы. Программа была непростая – с самого утра тренировки. Ребята оттачивали приемы различных единоборств – от бокса до каратэ. Такие поездки популярны среди юных спортсменов. И эта вовлеченность не может не радовать тренера. Первоначальная задача, естественно, это воспитание спортсменов. Но помимо спорта еще идет задача забрать детей с улицы, чтобы они, так скажем, не занимались глупостями, а развивались правильно и духовно, и физически. Все это стало главной целью проекта, который Павел Полетаев подал на премию губернатора Московской области. И сегодня ему удается ее достичь, делится один из воспитанников. Во-первых, я могу защитить себя, своих друзей, близких. Во-вторых, я опыта набрался много. С детства, когда я узнал о том, что начали проводить первенство России, я очень загорелся желанием занять первое место и вообще поучаствовать там. У меня просто мечтой это стало. Начал усердно тренироваться. У меня это получилось. Не быстро, но спустя годы. Важной заслугой в этом спортсмен считает работу своего тренера. В этом году Давид второй раз подряд стал победителем первенства России. За 21 год работы Павел Владимирович вырастил не одно поколение победителей. И когда они вырастают, берет гордость. Просто видишь, что работаешь не просто так, действительно идет на пользу. И когда ребенка приводят там 5-6 лет, 8, и когда он вырастает, ты видишь, что работаешь не зря. Теперь Павел Владимирович стал еще немного ближе к победе в премии. Прошел во второй этап. Сейчас все зависит от решения жюри конкурса. Победные 50 тысяч рублей тренер планирует потратить на инвентарь для клуба. Лапы, перчатки и шлемы. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 14 августа отмечается Медовый Спас. Один из главных христианских праздников августа. К этому дню ульи обычно наполнены медом, и пчеловоды приступают к сбору урожая. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала на пасеке, расположенной на территории усадьбы Суханово. Слово Екатерине Коваленко. Вот так вот выглядит настоящий подмосковный мед. Вот такое состояние говорит о том, что мед полностью зрелый, готовый. Так называемая впечатка меда. В этом году на территории усадьбы Суханово появилась пасека. Пчеловод Владимир Голичков разместил здесь улья для 35 пчелиных семей. Кстати, численность каждой доходит до 100 тысяч особей. Результат их кропотливой работы не только мед, но и другие продукты. Перга, прополис, воск. И все они не просто вкусные, они невероятно полезные. Так мед считается самым сильным природным антибиотиком. Благотворно влияет на человеческий организм. При простудных заболеваниях, для поддержания иммунитета, продукты пчеловодства также являются мощным биостимулятором. Если говорить про цветочную пыльцу или пергу, все существующие витамины и микроэлементы в легко доступной форме находятся в данном продукте. Пчела живет всего три недели, но все это время она трудится на износ. Чтобы набрать, например, 40 миллиграммов меда, ей нужно посетить столько же цветков. Работа в уле кипит круглые сутки и тщательно охраняется. Открыть пчелиный домик, достать рамки, чтобы не повредить обитателей – дело непростое. Наша съемка выпала на дождливую погоду, а ее пчелы не очень жалуют и могут даже проявлять агрессию. Поэтому при общении с ними стоит быть особо осторожным и, конечно, не забывать про экипировку. Владимир, давайте приоткроем улей. Давайте. Все движения мы должны делать аккуратно, без рывков резких. И что мы здесь видим? Мы видим пчелиную семью, которая охраняет свой урожай. К счастью, пчелы нас не тронули и обошлось без укусов. Да и вообще, по словам пасечника, сухановские места очень благоприятны. И хотя лето в этом году было жарким и засушливым, Владимир Галечков рассчитывает на хороший урожай – примерно 30 килограммов меда с улья. Основной медонос в данной местности – это липа, 56 гектаров липы. Ну, так скажем, это такой клондайк для пчел. И, конечно, мы расспросили, как выбрать качественный мед. Главные критерии – душистый запах и характерный вкус, который невозможно ни с чем спутать. Если же аромата нет, то мед, скорее всего, искусственный. Лучше всего покупать тентарное лакомство прямо на пасеке. Благо, в Московской области их хватает. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.